Всем привет, с вами Мико, и я продолжаю проходить Фрэнбол. Первую главу, надеюсь, что я её сегодня завершу. И, собственно, у нас есть маркер. Нас отправили после поимки обратно в комнату. Посмотрим, может быть, что-то изменилось. Кстати, пилюли не отобрали. А может быть, рано пока. Давайте посмотрим, пока что есть в нормальном мире. Тут пока без изменений. Ящик пост. Шторка не реагирует. Розе тоже. В окошко всё ещё можем посмотреть, но... Там ничего нового. Да уж, мне почему-то кажется, что мы действительно получим его нос. Пустая бутылка, бла-бла-бла. Да нет, ничего нового. Пустолет тоже. Пустолет всё ещё здесь. Новых заметок тоже нет. Интересно. Красота. А тракона можно новить? Нет. Убирайся, жуткое существо. Но нет, здесь ничего не кликается. Это было не я. Хорошо. А, ой. Привет, доктор. Ты сбежала из своей комнаты? Это нехорошо, Френ. Но я голодна, сэр. Я не ела несколько дней. Я не стану слушать твои оправдания, юная леди. Я не выдумываю оправдания, сэр. Ты должна научиться слушаться тех, кто здесь главный. Конечно, сэр. Грок усвоен. Только не делай так больше, Френ. Сходи поешь. А потом иди спать. Доставучий-то какой. Зато дверь открыта, кстати. И что было проблематичного такого там? Ну, здесь тоже ничего нового. Ты смогла найти код доктора? Да, да. И ведь, судя по всему, ты мне ничего не сможешь сказать нового. Так. Маркер мы у нее забрали. Ручка. Я рисую, я рисую ручкой. Ой, выпьем пилюри. Ну, вообще, на самом деле, классный эффект. Я очень, очень прям приятно. И жутко, и приятно. Здесь все еще никого нет. Радует, что пилюлю можно в любой момент выпить. Это здорово. Король любит рисунки. А если я тебе тут что-то... А, нет. Нельзя. Может быть, здесь надо что-то нарисовать его бурной? Да, котенок. Пойдем вниз. В кухню. Судя по всему. Сэр Уссольд Гаррисон, бородатый старик. Ограждение закрыто. Интересно, для чего этот мигающий огонек? А то, когда телевидно, где в клинике что находится. Приемная. Здесь всегда можно найти медсестру. Желтая дверь. Это мой путь наружу. А теперь выпьем пилюлю, мне интересно. Кровоточащие часы. Будто время сломалось и остановилось. Эти часы угнетают. Ну, не больше, чем часы на моей кухне, которые я, к сожалению, не могу снять со стены. Эти часы звучат странно. Кажется, они шепчут прямо мне в ухо. Эй, там наверху мисс. У вас очень красивое платье. Фрэн, да ты сама немного странная. У моей мамы тоже были красивые платья. Этот глаз похож на глаз мистера Полночь. Возможно, потому, что его время на исходе. Но он не показывает, насколько ужасно это место. Окей. Пойдем дальше. Может быть, мы все-таки сможем выбраться? Хей, держись подальше от кабинета. Скучно. Скучно. Не разрешаешь нам куда-то пройти. Так, клиника Освальда. Главврач детской психиатрии. Доктор Марсель Дирн. Посещение. Ага, кого еще сегодня не посещали? Фрэнбол сегодня не посещали. А. Или ее не навещали? Не могу понять. Я не могу добраться до этих крошечных окон. Сэр, там висит ключ. Можно его мне? Конечно, я могу дать тебе ключ, если ты меня поцелуешь. Поцелуй? Вы серьезно? И тогда вы дадите мне ключ? Конечно, садись ко мне на колени. Что? Серьезно, что ли? Неудачник. Надеюсь, ты умрешь, а в твоей заднице вырастет огромное на нас. Боже. Должно быть этот ключ от кабинета, но как мне его достать? Эй, на что ты смотришь? Ни на что. Я думаю. Значит, ты умеешь думать? Тогда подумай над тем, чтобы убраться отсюда. Я иду куда захочу. Куда? К мамочке и папочке? Проваливай. Слушай, да ты хам. Если я вызову скорую, они мне вряд ли помогут. Этот стол совсем не интересный. Доска пустая. Никаких рисунков. А сейчас я выпью пирюлю. Ой. Ну да, надпись доберись до ключа. И тушка свиней, привет. Интересно, кто стал бы это есть? Я думаю, мой котик бы этого испугался. Фу. Хрустящая свиная голова. Нужно подавать на стол. А можно заскочить, кстати, попутно к амнезии. Хм. Хрюшка голый. У хрюшки нет крыльев, чтобы улететь. Здесь я не увижу летающего мистера хрюшку. Интересно, какая это часть тела? Вот я вижу, наконец-то у нее влется испуг. Липкие кровавые части. Ну, вроде все, больше здесь ни за что. Нельзя потрогать особо. Кстати, крюк. Можно? Не. Ну ладно, мистер, я пошла. Но тебя я запомню. Так, девочка какая-то. Нет, давайте сначала с этой комнатой. Привет, ты в порядке? Что все это значит? Я просто хотела узнать, все ли в порядке. Не хочу говорить. Доктор скроет тебе череп, если ты не уйдешь. Он любит есть мотки. Он уже забрал их у меня и съел все мои мысли. Он съел твой мозг? Он съест, ты твой. Я видела тебя в кабинете доктора. Ты была мертва. Тогда я пойду. Надеюсь, ты обретешь новые мысли. Пока. Я даже боюсь пить пилюли. О! Ну, кстати, да, ее вообще нет. Блин, Мишка. Мишка, что ты здесь делаешь? Мишка ползет. Собираешься встретиться с другим Мишкой? Я посмеюсь над тобой. Ладно. Пойдем туда в комнату. Здесь много чего можно рассмотреть. Изабель. Хочешь помочь мне сбежать? Вместе с твоими большими мышцами и волосатыми руками. Если что, я тыку сейчас на... Двенку. Она не проснется. Это про Изабель. Спокойной ночи, блестящие игрушки. Вы видели моего котика? Он самый забавный и умный парень. Он бы вам понравился. Не трогай, иначе умрешь. Волны. Они не работают. Что ты имеешь в виду? Бумага должна работать, как они мне сказали. Ну, а что должна делать бумага? Бумага покажет мне картинку в телевизоре. Ясно. Но почему она не работает? Волны должны быть сильными. Переключи канал, пожалуйста. Давайте переключим. Ну, здесь бы, на самом деле, пилюри выпить. Волны должны быть сильными. Переключи канал, пожалуйста. Ну, допустим. Опять? Работает, работает. Это чудо, спасибо. Бумаговизор работает. Отлично. А можно посмотреть? Нет. Это мою. Если хочешь, возьми бумагу, которая не работает. Спасибо, но ты сказал, что это меня убьет. Я этого не говорил. Фрушка, я занят. Проверка бумаговизора в действии. Смотри на меня, скажи, я забочусь, а ты умрешь от жажды и голода. Смотри на меня, скажу, ты красива и дам тебе отраву. Смотри на меня, скажу, я люблю тебя и научу тебя ненавидеть. Нет. Они все испортили. Ага, я вижу Фрэн здесь. Очертания. Кажется, я что-то вижу. Или нет? Ну да, Фрэн иногда появляется. Куда делся клоун? Ну, с игрушками, благо, все в порядке. Бумажный кораблик, отвези меня на море и дальше. О, ленточка. Розовый пояс теперь мой. Очнись и забыль. К тебе прикасается черная тень. Так, ну ладно, мы ничего этого не трогали, ничего не видели. Фуф. Ага, столовая. И что за джек-потрошитель тут? Настенные часы такие большие, настенные. Что? Посмотрим. Шоколад. Хм, вкусный. Я не люблю горький кофе. Сигнал странный. Мама любила рисовать розы. Диван создан, чтобы на нем сидели. Я не могу сесть, диван занят. Мне не нравится эта картина. Будто мистер Освальд смотрит на меня. Хм. Мистер Полнч, ты здесь? Привет, ты новенький? Я не видела тебя раньше. Нет. Ты с нижнего этажа? Ага. Они думают, что мне уже лучше. А как тебя зовут? Ты можешь меня убить? Пожалуйста. Конечно. Ах, и ты мертв. Спасибо. Я не могу сейчас говорить. Я мертв. Вот как. Немного лимонада. Хм. Я представляю, как булочка тает у меня во рту. Интересно, пасту приготовили сегодня? Судя по виду, нет. Салат выглядит свежим в кои-то веки. Привет. Привет, Фрэн. Как ты? Ах, я в порядке. Да. Рада слышать, что ты в порядке. А теперь иди. Сестра, вы можете открыть желтую дверь? Нельзя такое спрашивать. Думаю, тебе следует пойти в свою комнату. Простите, мисс, я не имела в виду ничего такого. Очень хорошо, Фрэн. Иди поиграй с друзьями. И сейчас мы пилюлю выпьем. О, боже. Тик-так, тик-так. Ах, нет. Леди медсестра умерла. Болюет до дня. Хм, паста. Должно быть потому, что мы так далеко от всего. Я правда не понимаю, что они говорят. Они прячут тебя, потому что любят. Так, подождите, девочка ушла. Привет, Тенни. Как дела? Ты меня не боишься? Нет. Зачем мне бояться? Потому что я умею делать волшебные трюки. И могу тебя усыпить. Волшебные трюки? Не знала, что ты умеешь. Покажи мне показать. Но это очень страшно. Лучше сделай сама. Не могу, я не волшебник. Я могу дать тебе волшебную вещь. Правда? Ух ты. Да, волшебная вещь, которая усыпит кого угодно. Это удивительно мощно и грандиозно. Держи. Это подарок. Забирай. Аккуратно. Ух ты. Ладно, а как это работает? Понятия не имею. Слушайте, ну, я думаю, нужно в лимонад добавить, наверное. Пилюлю. Или, например, объединить с булочкой. Есть. Теперь это волшебная булочка. Сонная, прессонная булочка. Окошки. А здесь такой же вид, как и там был. Странно. А, ну мы просто видим этажом ниже. Не трогай мой меч. Я не знала, что он твой. Ты должна склониться и говорить четче. Я твой король. Да давайте склонимся, парень забавный. Я склоняюсь перед вами, сэр. Очень хорошо, дитя. Какова цель твоего визита? Мне нужна твоя трость. Какая трость? Ты имеешь ввиду мой меч? Да, ваше высочество, ваш меч. Что я получу взамен? Все, что пожелаете, ваше высочество. Принеси мне замок и коня. Только тогда я дарую тебе свой меч. И они любят лакать молоко, как котик. Я не хочу это. Я не голодна. Эта дверь всегда закрыта по ночам. Я не могу выйти и поиграть. Ух ты, там дети. Но, кстати, здесь их не видно. А вот тут прям детки. Жаль, что их не видно. Оно живое. Пожалуйста, скажи, что ты меня слышишь. Это праведник снял всю твою одежду. Ладно. Значит, у меня есть идея, чтобы сходить усыпить нашего... ...недоблестного охранника. Вот сюда. И использовать. Я принесла маму булочку. Я не хочу никаких проблем. Я не настроен принимать что-то от тебя. Пожалуйста, возьмите. Она сделает вашу жизнь слаще. Мне плевать, насколько сладкой будет моя жизнь. Уходите. Такого и не хотите. Нет. Оставь меня в покое. Посранец. Я заставлю тебя съесть. Странно. А могла ли я его действительно заставить кушать ее? Может быть... Ну нет. Я здесь ничего не сделаю такого. Может, я что-то упустила? Ну это, конечно, странно и неправильно. О! Я сказала Марселю о последней доставке, но он ее еще не смотрел. Что ж, посмотрите завтра. Он уже ушел домой. Глэдис, сможешь сделать одолжение? Конечно, что угодно, кроме как отнести охраннику кофе. Почему нет? Пожалуйста, мне нужно смотреть за детьми. У меня другие дела. Извини. Стерва. Фрэн, я же сказала, иди займись своими делами. Я снята. Давайте кофе отнесем. Ох, боже, простите, милые пальчики. Этот кофе горячий. Ага. Фрэн, что на этот раз? А какой я долженить ваш журнал? Нет. Но хоть диалог немного поменялся, знаете. Ой, не туда пошла. Окей, теперь я ему кофе всучу, засранца. Вот ваш горячий-пригорячий кофе, сэр. Еее. Смотри, что ты наделала, безумная стерва-сирота. Теперь надо переодеться, аски жжется. Никуда не уходи, маленькая гадина. Хе-хе-хе-хе-хе. Здесь бы помогло удлинение моей руки. Кабинет доктора кот должен быть здесь. Блин, ну у нас нет троси. Трость, трость. Мне нужен замок, да? Не знаю, может попробовать. Трость мне не дает. Может, крюк? Это может сработать, но я не могу дотянуться, используя лишь крюк. А, так его с чем-то надо совместить. О, смотрите. Шикарно. Я не могу просто его бросить. Он может повредить мои глаза. Аркер? Я не знаю. Странно как-то. Что-то я еще упустила. А может быть, девочки мои, блондинки. Она может быть здесь? А, ну теперь я могу писать и рисовать, когда мне скучно, кстати. Эээ, нет. Вот так. О, замок и конь. Слушайте, ну все, все, зашибись. Я прошла игру. Сейчас мы все сделаем. Где мой замок и конь? Буду искать дальше. Но мы уже нашли замка и коня. Это прекрасно. Именно об этом я мечтал. Можешь взять мой меч. Он твой. Все здорово. Вообще шикарно. Объедините их теперь. О. Назову его хватать или 200. Обалдеть. Это почти как Нимбус 2000, что ли, было? Я уже не помню. Ну, я имею в виду про метлу из Гарри Поттера. Так, а этого придурка все еще нет. Извращенца. Ключ есть. Теперь я могу открыть кабинет. Да. Надо еще бы его закрыть за собой. Так. Интересно, что люди делают на таких собраниях? Октябрь, ноябрь. Думаю, сейчас мы в октябре. Какой крошечный текст. Размышления Марселя Дирна. Хм. Вы не одиноко. Присоединяйтесь к клинике Освальда. Конечно. Какой милый рисунок. Хотела бы я так рисовать. День тестов, день тестов, всю неделю. Интервью доктора Дирна о работе с детьми. Код и другие важные сведения. Наконец-то! Я видела это раньше. Что это значит? Блин, это пентаграмм какая-то. Так, а насчет кода я хочу почитать. Сигнализация отключается в панели безопасности в приемной. Желтая дверь будет открыться в течение двух минут, после чего сигнализация активируется снова. Код сигнализации 17 декабря, 25 июля. Подождите. А сколько там цифр? Ну, 17, 25, понятно. 17, 12, что ли? А июль у нас... Ой, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, 6. 2, 5, 6. Или 0, 6. Ну ладно. Еще дойдем до туда. Только вот панель-то закрыта. Я не знаю, что это. Я ненавижу эту кушетку. Я люблю открывать письма, но они не для меня. Все те же книги. Зрение, вкус и слух. Желтая пишущая машинка. Никаких картинок или веселых загадок. Доктор съел яблоко. Здесь обычно сидит доктор и ничего не делает. Опа. Всегда хорошо иметь лишний ключ. Все, я сваливаю. Ой, нет, не сваливаю. Фил? Забытая девочка без семьи и кота умрет, когда взойдет луна. Что ты имеешь в виду? Фил, пожалуйста, выпусти меня. Пилюли. Вот, блин. А, выход у нас теперь там. Даже когда твои глаза открыты, ты не можешь понять. Жаль, что в держателе ключей нет всех ключей. Эта мертвая девочка немного похожа на меня. Она очень похожа на тебя. Мне еще нравится, что у нее все время меняется мимика. То есть у нее все время выражение лица прям... Интересно, Фил знает об этом? Ой. Ох, эта крыса сильно ударилась головой. Нужно дать ей шлем. А мы наверх можем ползти? Нет, судя по всему. Я просто продолжу идти и идти. Кстати, я нажимаю вправо, она все равно идет сюда. А-а-а. Боже, где я? Думаю, мне придется это выяснить. В кладовой, я так понимаю. Под одеялом ничего нет. Если бы я была ведьмой, я бы улетела отсюда. Коробка открыта. Посмотрим. О, Дуатин. Ха. Плохие таблетки. Приму их просто, чтобы найти котика. Желтые таблетки. Ха. Они выглядят веселее, чем красные. И, кстати, желтые и красные тоже Дуатин. Я могла бы взять их попробовать, но я не хочу. Бутылка просто, думаю, они положат в нее какие-то таблетки. Стертая этикетка. Ну, здесь не разглядишь, кстати, что там написано. Перчатки ни о чем не говорят. Все медсестры их носят. О, пациент 2,5-0-0-1. Наша текущая цель. Цель реагирует положительно. Расширяем спусковую железу. Повысить уровень эктопломатина до 1700 микрограмм. Замените контейнер, чтобы он выглядел как утвержденный Дуатин. Так, а мне интересно. Я вот сейчас даже себе на телефон сфотографирую. Потому что я не знаю, сейчас она взяла эту записку или нет. Потому что не хочу, чтобы это пропало. Так. Есть. Эктопломатин. Кто это написал? Мне интересно, про какого пациента они говорят. Я пройдусь по камерам и посмотрю. Нет воды, чтобы помыть руки. Швабра. Отличный партнер по танцам. Да. Чистящие средства. Ими следует почистить наши туалеты. Губки, мочалки и тысячи химических средств. Не думаю, что они мне понадобятся. Окей. В коробке ложь. Полностью согласна. Мистер Пол, начненавидит швабры. А теперь там кровавая вода есть? Нет. А здесь так ничего не поменялось. Хорошо. Черепа. В этом месте можно действительно потерять голову. Согласна. Закрыто. Ага. И нам это ничего не дает, да? Тьфу, теперь я не могу вернуться. А мы можем ее пододвинуть, что ли? Подождите, а ключ-то может быть входом от этой двери? Да. Если ты будешь бороться, ты узнаешь, что это был я. Я буду в каждом уголке заставлять тебя плакать и страдать. Если ты посмеешь ослушаться, твой кот будет обречен. И мы потеряли сознание. Мой дорогой котик, мы скоро снова будем вместе, я обещаю. Я скучаю по тебе, моя дорогая. Я так по тебе скучаю. Почему ты уходишь? Прошу, не оставляй меня, мистер Полночь. В конце лабиринта, Фрэнк. Може мой, такой милый котик. Я снова потеряла сознание. Интересно, реально ли мои сны? Монстр не отпустит меня домой. Но если найти лабиринт, возможно, я смогу отыскать мистера Полночь. А здесь уже что-то не очень приятное выглядящее. Мой жизненный путь отрицали. Ты не можешь винить тех, кто невежественный. Вот этот пациент, это кто? А, операционный пациент Роберт Кларк. Кларк, лоботомия, головного мозга. Наркоз не подействовал. Дойдя до лобной доли, пациент очнулся. Процедуру отменили, и она осталась незавершённой. Да что вы за садисты, если наркоз не подействовал? Вы что? Как так? Боже. Операционный. Я не хочу заходить. Пахнет гниющей плотью. Фу. Я не хочу, чтобы они играли с моей головой. Блин. Кто это, сэр? Очнитесь. Да, нет, 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 нет. Это неприятная штука вообще. Бедняги. Нет, бедные девочки. Надеюсь, они скоро поправятся. Надеюсь, я не закончу так же. Этого не будет, если я выберусь и найду Мистера Полночь. Блин. Не могу понять, что здесь написано. Написано Итвард. Не знаю, что это значит. Ну... Кошмар. Привет. Ты спишь? Тебя вырвало? Это отвратительно. Надеюсь, ты скоро поправишься. Мальчик, почему у тебя мозг наружу? Там слишком тепло? Хм. Он не ответит. Думаю, придет мышка и поест немного мяса. Блин, Френ под таблетками тоже своеобразная становится. Да, я отвела новенького наверх. Нет, я его не видела. Ключ от подвала? Хм. Нет. А в кабинете доктора? Раньше он держал этот ключ там. Успокойтесь, ключа здесь нет. Конечно, я дам знать, если он найдется. Но вы должны успокоиться. Да, я принесу его вам, если найду. Хорошо? Пока. Мне кажется, что мне здесь придется под таблетками выходить. Боже мой, я не могу в это поверить. Я уже в приемной, великолепно. Но медсестра, я должна от нее избавиться. Что мне делать? Таблетки. Боже мой, ты в порядке, малыш? Кожа кота, Костя, фу. В конце лабиринта котик. Интересно, что в конце этого лабиринта? Я не могу вспомнить номер тети Грейс. Держатель ключей. Нет ключей. Я больше не хочу здесь находиться. Записка, о которой мне говорили. Ну, кот-то понятно. Да-да-да. Вот в эту панель нужно его везти, походу. Ничего, конечно, о чем я думала. Блин. Я точно удивлю ее, когда вернусь домой. Любовное письмо. Дорогой Пит. Фу. Мерзость. Я не могу понять. Здесь не должно быть что-то очень сложное, на самом деле. А может быть... Нет, нет. Нет. Может быть. Во. Избавились от ключа. Тихо-тихо, туда не надо. Ох, ключики. Ключ все-таки был здесь. Нужно отнести его назад. Все, она ушла. Четырехзначный код. Блин. Какое там было? 17 декабря и... 25 июля. Ну, 17-25. А-а-а. 17-е. 12-е. 12-е. 0-е. 6-е. Ой, блин. 12-е. 6-е. Нет? Странно как-то. Не понимаю. Ну, мне нужно 4 числа, да? Может, где-то 17-12. 25-... Блин. Июль. 25-6. 17-12. 0-5. А, 5. У нас 0-5 не получится. А если сложить? 0-ик-то у нас нет. Ну, предположим, допустим. 29. Это 17 плюс 12. И... Чё там? 25 плюс 6? Ха. 31. А-а-а. Я, наверное, где-то ошиблась. Так. И я, кстати, поняла, в чём ошибка-то. Июль-то. Седьмой месяц, а не шестой. У меня всё время июнь, 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 июнь в голове. Юль же ведь. Тогда это получается 29-32. Да, я лучшая. Самая лучшая. Ага. Ой. Тётя. Так. Нам здесь ничего не потыкать, я так понимаю. Только дверь. На свободе. Засранка. Я заставлю тебя за это ответить. О-о-о. О-о-о. Ты умная девочка, думаешь, что можешь просто уйти? Блин, отпусти. Что? Не может быть. Нет. Встань. Котик жить. Мне нужно добраться до лабиринта. Полностью согласна. Котик. Я не видела эту ограду раньше. Мне нужно найти лабиринт. А вот и лабиринт. О-о-о. Жив. Жаль. А-а-а. Надо за котиком, за котиком, за котиком. Не, ну похоже на лабиринт уже. Какой-то призрачный ворон, призрак ходит. Может быть нас кушают? Котик, не убегай. Блин, я не вижу котика. А, здесь призрак. Ой, блин. Я ж зуб даю, он нас кушает. А-а-а. Я заблудилась. О-о. Может быть я правильно иду? Я его сейчас не найду. Ой, я слышу котика. Где-то рядом, видимо, прокатился. Туда, что ли? Нет, тут тупик. Вообще очень приятно сделала. Я бы даже, может быть, именно в такую игру тоже поиграла. В такую, как... РПГшку. А-а-а. Чухо. Вот сейчас меня поймают. Тихо, 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 тихо. Ага, здесь можно пройти, да? Сюда. Вот выход, что ли? А-а. В конце лабиринта ты их найдешь. Злобных тварей ночи мимо них не пройдешь. Смеяй за тобой, они будут гнаться. Но все же тебе их не стоит бояться. Ведь кот полный гаек и болтов. Путь указать тебе готов. Тут начинается, ребят, вторая глава. Кстати, поэтому продолжу я уже проходить ее в следующем выпуске. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, как вам сама игра. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok